вы снова на канале прага авто с вами международный центр безопасного вождения физико-движения я александр сарикеев а я кирилл каландыриц и так как мы уже успели разобраться с внешним миром этого автомобиля мы разобрали что внутри саша нам рассказал как правильно стете как круто и правильно и быстро крутить руль я думаю пришло самое время побаловаться и посмотреть что эта машина может как видим у нас машина белая новая переднеприводная мне кажется у нас есть три фактора которые отвечают арабскому дрифту и мы именно им сегодня не можем заняться мы поделаем заносы сносы полицейские развороты ну и вообще посмотрим на что эта машина способна что-то я сомневаюсь в своих способностях почему мне кажется все выйдет она как раз высокая должна нормально скользить и у нее должны быть как раз таки минусы в управляемости которые могут сыграть мне на руки я тебе хочу сказать в этой машине достаточно крутая система кроссовой устойчивости у тебя мало что выйдет ну давай посмотрим насколько у нас получится создать ее проблемы и насколько сильно она может создать проблемы нам давай попробуем можем даже поспорить но не скажем никому на что но я то знаю кто в конце будет отжиматься поехали поехали еще достойчивость я покажу на самом деле я должен признать что не так уж и просто эту машину сорвать занос мне кажется что она начинает решать занос еще на той стадии когда ты только придумал его сделать но я тебе так скажу когда я пробовал она например если ты делаешь пытаешься ее раскачать на дороге лево-право вот если в полный газ да она еще даете возможность первую дугу немножечко поскользить и как только ты пытаешься в другую сторону разболтать скажем так разбалансировать автоангель чтобы пошел занос снос или смещения резко работает система настолько что ты жмешь уже пол там продавливаешь она никуда не едет машина делает абсолютно все чтобы зацепиться за дорогу и как бы ты ни старался даже побаловаться до этого эту машину можно сравнить с рысью которая бежит как по асфальту так и по льду и никогда не падает в отличие от медведей и вот это наверно будут комплиментом да эта машина не медведь эта машина рысь наверное этот автомобиль надо на нашим малым купить да отпустил и не боишься это кстати автомобиль на которым до девушку можно отпускать или переживать за ее безопасность ну что друзья я думаю вы убедились в том что эта машина безопасная система у нее работают класс то но мы как упрямые поехали дальше в этом разбираться ну что начнем с полицейского разворота теперь начнем давай жги резину до развернуться развернулись а поехать не поехали а знаете что еще в принципе все неплохо а в александр говорили что не получится так все-таки кто там будет александр ну что ж друзья теперь пришло время сделать заключение мы разобрались системами помощи со всеми ассистансами мы посмотрели как машина ездит как она помогает себе оставаться на траектории когда мы пытаемся как-то и спровоцировать на занос снос либо смещение мы разобрались с экстерьером и интерьером давайте теперь поговорим о силовом агрегате этого автомобиля у нас установлен здесь очень непривычный для поклонников этого автомобиля вообще этой марки этого концерна мотор новый четырехцилиндровый рядный 1 и 5 турбо двигатель что значит турбо думаю ни для кого это не загадка что у нас просто не атмосферный автомобиль а сюда нагнетается с помощью турбины воздух тем самым поднимается мощность в принципе несмотря на то что объем весьма маленький 1 и 5 для нас непривычная цифра для автомобиля такого формата но благодаря турбине скрываются все недостатки мелкообъемного двигателя что его отсутствие мощности отсутствие момента турбина помогает нам ликвидирует этот момент на нижних оборотах двигателя особенно в нижнем диапазоне оборота в двигателе отсутствие мощности турбина поддувает и в принципе динамических характеристик автомобилей хватает для того чтобы бодро и шустро ездить по городу но вы должны понимать что во-первых хоть это и 1 и 5 двигатель но он все-таки кушает не как 1 и 5 двигатель а как 150 сильный двигатель у него будет аппетит то есть это будет в среднем в районе 10 литров но но смотри мы ехали сюда по трассе средняя скорость у нас вышла около 70 километров в час максимальная было 120 вот и расход был 6 и 5 но это потому что мы ехали по трассе доехали по трассе но вот сейчас мы даже когда записываем передачу да и для того чтобы мы ехали просто не спеша у нас включается двухцилиндровый режим то есть тут есть режим экономии какой главный посыл я хочу вам донести по поводу этого мотора несмотря на то что он маленький благодаря турбине закрыты вопросы недостатка мощности на малых скоростях но вы должны понимать что если вы будете ехать по трассе со скоростью кетра в 100 в час для динамичного обгона вам все-таки придется перед обгоном сделать определенные действия чтобы ваша скорость последнюю с объектом который вы обгоняете было действительно больше потому что если вы без предварительного опережения просто перестроитесь и начнете обгонять ваш автомобиль будет разгоняться но это динамика далеко будет не супер быстрый она будет не медленной но нельзя будет назвать шустрый этот автомобиль то есть благодаря мотору и турбине мы можем добиться хорошей динамики на малых скоростях и небольшого даже сказать умеренного расхода в обычном режиме езды но если мы начнем ехать быстро во-первых будет повышенный расход а во-вторых это не будет настолько быстро насколько нам хотелось бы потому что все-таки мотор не супер большой не гоночный скажем так но его с головой хватает для эксплуатации в обычных городских повседневных режимов полностью согласен поэтому давайте все-таки придем к финальному мнению стоит ли этот автомобиль своих денег и можно ли его назвать удачной новинкой я считаю и я думаю что александр меня поддержит что этот автомобиль займет хорошее место в сегменте рынка своем и не слабо потрепечат нервы своим конкурентам особенно ценой цена качества в моем понимании и моя оценка максимально соответствует этому автомобилю я скажу вам даже больше я считаю что такому автомобилю было бы место даже в моем автопарке подписывайтесь на канал про гавто пишите свои комментарии по поводу этого автомобиля и может быть ваши предложения то что мы там сделали или не сделали с вами был международный центр безопасного вождения физико-движения я александр сергеев а я кирилл каландыриц до встречи в следующих тестов пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok